Санкт-Петербург Это решение о выводе полиции со стадиона, поэтому основная нагрузка по организации работы внутри арены возлагается на силы, задействованные клубом. О том, кто конкретно обеспечивает ваше комфортное пребывание на стадионе, расскажем чуть позже, а начнем с осмотра. С чем же вас не пустят на стадион? На арене запрещено иметь при себе оружие любого типа, алкоголь, наркотические вещества, пиротехнику, любые красящие средства, сумки большого объема, звукоусилители, стикеры и листовки, а также вугузелы. Кроме того, вас не пустят на территорию стадиона с фонарями и лазерными указками, так как они могут помешать проведению матча. Теперь о жидкостях. Вам не позволят пройти на трибуны с прохладительными напитками в стеклянной и жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более полулитра. И, наконец, еда. Вы можете иметь при себе небольшой запас продуктов питания, например, сэндвич или пачку орехов. С жареной картошкой и яичницей вас не пустят. Стюрды, совершающие осмотр на каждом из гейтов, с пониманием относятся к тому, что родители, пришедшие на матч с маленьким ребенком, имеют при себе детское питание. Напомним, что если вы пришли на футбол вместе со своими детьми, то попасть на территорию арены вам будет проще всего через четвертый гейт. Если же вы все-таки забыли оставить дома свой мачете и канистру с апельсиновым соком, то есть два варианта. Во-первых, вы можете воспользоваться камерами хранения, которые располагаются на гейтах номер один и номер восемь. Ну а если вы слишком поздно вспомнили о своем мачете, тогда стюрт и совершающий осмотр будут вынуждены изъять у вас этот и любые другие предметы, запрещенные на стадионе. Однако это не катастрофа. Вы сможете забрать запрещенный предмет сразу после финального свистка. Все вышесказанное применимо и для тех, кто приобрел автопропуска и попадает на территорию арены на личном транспорте. Если в вашем автомобиле есть что-то запрещенное, у вас это что-то будут вынуждены изъять. После матча вы, опять же, сможете забрать изъятый предмет. Осмотр вы прошли. Теперь самое время рассказать о том, кто охраняет ваше спокойствие на стадионе. По сути, безопасность на арене обеспечивается тремя группами. Первая, самая многочисленная, это стюарды. Их вы можете встретить на каждом шагу. Вторая, это сотрудники частного охранного предприятия, с которым у клуба заключен соответствующий договор. Если у вас возник какой-то вопрос или непредвиденная ситуация, сначала стоит обратиться к стюардам. Если они решат, что требуется вмешательство охраны, то сами вызовут подмогу. Ну и третья группа, это сотрудники службы безопасности зенита. Так что получается своеобразная пирамида безопасности, которая защитит вас от всего на свете. Ну и чтобы зафиксировать, не стесняйтесь обращаться за помощью к стюардам. Они действительно способны решить любую вашу проблему. Отличительные признаки стюардов — это вот такие вот яркие жилеты и широкие улыбки на лице. Перепутать их с обычными болельщиками и тем более футболистами довольно сложно. Если, конечно, зенит не играет против команды, у которой есть кислотный комплект формы. Помимо стюардов, сотрудников частного охранного предприятия и сотрудников службы безопасности, за порядком на стадионе Санкт-Петербург следят более полутора тысяч камер наблюдения разного типа, которые покрывают всю территорию арены. После тестовых матчей, проходивших весной, мы усовершенствовали систему наблюдения. И прямо сейчас она способна распознавать и видеть примерно все, вплоть до движения пальцев рук. При помощи камер служба безопасности с легкостью может идентифицировать любого болельщика, который нарушил правила поведения на стадионе. На данный момент систему наблюдения на стадионе Санкт-Петербург можно смело назвать одной из самых продвинутых в мире. Наш стадион охраняется не хуже военной базы в зоне 51, но гражданскую ответственность никто не отменял. Мы настоятельно просим вас быть бдительными. Если вы заметили подозрительную вещь — рюкзак, сумка, пакет, да что угодно — пожалуйста, сообщите об этом предмете одному из наших стюардов. Стадион Санкт-Петербург — современная арена, оборудованная по всем канонам пожарной безопасности. Здесь установлены стационарные системы пожаротушения. На каждом этаже есть тревожные кнопки. Ну и главная фишка — на каждом секторе имеются аппараты точечного пожаротушения со встроенными тепловизорами. Так что не советуем ничего поджигать. Роботизированная система мгновенно вас потушит. Душа стадиона — это раздевалки, скамейки запасных, поля и трибуны. Но где же тогда находится мозг? Откуда идет управление процессами? Где собирается вся информация? Да вот прямо здесь. Добро пожаловать в ЯЦУС. Что же это такое? ЯЦУС расшифровывается как «Единый центр управления стадионом». Он находится практически под крышей арены и вряд ли вызывает чей-то интерес. Хотя на деле это одно из важнейших мест стадиона. Сюда в режиме реального времени стекаются все данные, которые записывают сотни камер наблюдения и различные датчики. Операторы, которые управляют камерами и отвечают за отдельные участки арены, готовы мгновенно среагировать на любую непредвиденную ситуацию. У всех сотрудников службы безопасности есть прямая связь с ЯЦУСом, которая позволяет координировать действия и слаженно решать любые моменты, требующие вмешательства центра управления. Мы немного приоткрыли кулисы, а теперь давайте поговорим о насущном. Все мы порой где-то забываем свои сумки, куртки, кошельки и другие личные вещи. Как быть, если во время или уже после матча вы обнаружили, что вам чего-то не хватает? Во-первых, не паниковать, а во-вторых, придерживаться инструкций. Все вещи, по которым можно идентифицировать владельца, попадают к службе безопасности футбольного клуба «Зенит». Если вы потеряли документы, кошелек или рюкзак, где указаны ваши персональные данные, мы сами вас найдем и вернем потерянный предмет. Но чтобы ускорить процесс, вы можете выйти с нами на связь. Просто позвоните по номеру 244-88-88 и расскажите, кто вы и что потеряли. В случае, если вы потеряли менее ценные вещи, например, зонт, ключи, куртку или что-то подобное, сценарий немного другой. Ровно сутки забытые вами предметы будут храниться на гейте номер один. Он работает на протяжении 24 часов после финального свистка. Если же вы обнаружили потерю позднее, чем на следующий день, вот тогда вам уже стоит позвонить по номеру 244-88-88. Чтобы избежать неприятных ситуаций, мы еще раз рекомендуем оставлять все лишнее и запрещенное к проносу на стадион в наших камерах хранения. Напомним, они находятся у гейтов номер один и номер восемь. Если вы забыли забрать свои вещи из камеры хранения после матча, тогда вам опять же либо на гейт номер один в течение 24 часов после финального свистка, либо нужно позвонить по номеру 244-88-88. Подождите, мне кажется, вы что-то забыли. А, вы забыли посмотреть предыдущую серию путеводителя по Санкт-Петербургу. Исправить это можно вот здесь, вот тут, ну или перейдя по ссылке в описании. Увидимся на футболе. Удачи, пока.